Продолжение следует... Хотелось бы сказать огромное спасибо нашим болельщикам, которые поддерживали команду в течение всего сезона, где бы мы ни играли, на стадионах, в соцсетях, в неформальном общении. Эту поддержку мы всегда видим, чувствуем. Также хотелось бы поздравить наших болельщиков. Сегодня у нас неофициальный день болельщика. Ровно 10 лет назад мы выиграли, стали чемпионами России. Мы помним этот день, проводили в этом году праздничные мероприятия, связанные с этим днем. Этот день остался у наших болельщиков навсегда в сердцах. И помним, что 10 лет назад мы стали чемпионами. Что касается этого сезона, вначале хотелось бы поблагодарить предыдущее руководство Республики, клуба, за поддержку команды. Сезон был неоднозначный, тяжелый. Но при этом никто, я думаю, не упрекнет ребят самодачи в желании побеждать в командном духе. И тут хотелось бы, конечно, сказать большое спасибо временно исполняющей обязанности главы Республики Раде Фарича Хабирову за постоянную поддержку команды. Все прекрасно помнят, он приехал перед плей-офф, поставил перед командной, так скажем, амбициозные цели, задачи. Тем самым вдохнул в команду уверенность, что она может пройти очень далеко, по сетке, в плей-офф. Мы помним, как плей-офф начали тяжело, проиграли первую игру. Тем не менее, на вторую игру он приехал лично поддержать. Это тоже очень помогло команде в тот непростой момент. Ребята у меня спрашивали, действительно приедет, приехал, мы победили. Поэтому тоже за это хочется сказать огромное-огромное спасибо. После этого выступления хочется начать пресс-конференцию. Коллеги, если готовы, давайте переступим к вопросам. Просьба представляться, если готовы. Максим Никерин, пожалуйста. Спасибо, Александр Евгеньевич. Вам первый вопрос. Довольны ли вы результатами сезона? Будет ли продлен контракт с главным тренером? И кто принимает подобные кадровые решения в клубе сегодня? Спасибо. По поводу довольным или недовольным результатами сезона, это будет решать руководство республики. В пятницу к нам приедет глава республики. На следующей неделе состоится совет клуба. И все кадровые вопросы относительно всех, как бы все будет решаться на совете клуба. безусловно, мы считаем, что сезон был неплохой, и как бы получился, как получился. Но все оценки будут давать руководство республики и совет клуба. Коллеги, также присутствует у нас главный тренер и Василий Сурчужов, спортивный директор. Пожалуйста, Руслан Максветов. Руслан Максветов, Комсомольская правда. Вопрос, наверное, спортивному директору, скорее всего. Насколько сильно изменится состав в межсезонье? Уже появились слухи, что определенные топ-клубы имеют интерес на наших игроков. Сможем ли мы их сохранить по зарплатам? Какие у нас есть возможности до этого? Потому что каждый сезон, каждый межсезон, наша команда наполовину практически меняется. Сейчас сезон все-таки успешный, так скажем, результат хороший. Сможем ли мы сохранить эту команду? Или вновь придется выстраивать новую? Во-первых, наверное, Александр Евгеньевич так скромно сказал, что будет оценен. Понятно, что команда выступила успешно в этом. Все это прекрасно понимают. И когда такой вот успех приходит, он первое время, такая некая эйфория есть. Действительно, все ребята свою долю вложили в этот успех. И первое желание прямо всех оставить. Но вы же понимаете, кто-то лучше сыграл, кто-то хуже. У кого-то разные условия контракта там. Кто-то думает, что он уже перерос наш уровень. Поэтому, естественно, хотелось бы оставить целостность вот этой команды. Основную часть ребят. Но не все зависит от нас. У кого-то там аппетиты растут, у кого-то разные желания есть. Но хотелось бы эту команду оставить. Это была действительно команда и по подбору, и по характеру, и по мастерству. По максимальному мы, конечно, здесь работаем и точечно с каждым решаем вопросы. Конечно, хотелось бы эту команду оставить максимально в том состоянии, в котором она находится. Уже остальные вопросы там, это уже такие моменты. Личные желания хоккеистов могут быть с нашими не совпадать. А так эта команда показала, на что она способна. Я думаю, у нее еще и потенциал есть. Наша задача как-то точечно сделать так, чтобы она еще сильнее стала. Это все, наверное. Денис Таитов, пожалуйста. У меня вопрос Николая Целыгина. Николай Леонидович, легионеры Салавата провели, можно сказать, две части сезона. Первая была такая слабая по сравнению с плей-офф. Ну, так говорят многие эксперты. Но в плей-офф мы увидели совершенно других легионеров, которые ведут команду за собой вперед. Почему такой резкий перепад случился? Можете объяснить? Его не было перепада резкого. Если эксперты говорят, я не знаю, куда они смотрят тогда. Потому что тот же Хартиканин в сезоне набрал самое большое количество очков за свою карьеру. Почему он сыграл плохо в сезоне? Ну, Умрак не добрал пяти очков до этого. Всегда набирал 55, набрал 51. Я не считаю, что это слабый сыграл человек. Тот же Ким Пайнин забил больше всего голов опять в своей карьере. Что тут слабого? Поэтому я не видел никакого перепада. Ребята готовились просто в нужный момент в плей-офф. Они сыграли еще лучше. Пожалуйста, коллеги, если готовы еще. Максим Никерин продолжает. Хотелось бы каждого услышать по поводу Умрака. Показалось, в этом сезоне он на какую-то новую ступень вышел и стал настоящим капитаном команды. С чем это связано? Ну, просто каждый, может быть, со своей точки зрения. С точки зрения его каких-то контрактных обязательств. Не знаю, с точки зрения личностного роста. С точки зрения игры, может быть, Николай Леонидович. Ну, просто... Нет, я согласен с этим. Просто в этом году он стал не просто хорошим хоккеистом, как был до этого, а именно хорошим командным хоккеистом. Где-то он, может быть, в ущерб своим вот этим игровым моментам, которые он любил показать, чтобы было красиво, перешел на другой уровень командный. Где-то их убрал и делал то, что нужно для команды, то, что нужно для победы. Поэтому и он сам себя, я думаю, что чувствовал по-другому, и ребята относились по-другому, и это все из этого вытекало, что он стал настоящим. И когда надо было стать капитаном, он был именно капитаном. Он не был человеком с буквой «К», а именно был капитаном. Я думаю, от Линусу мы давно ждали того, что он в этом году показал. И в том году, и в позапрошлом всегда от него требовали быть лидером команды. Я думаю, что заслуга тренерского штаба в этом году, что они смогли по-новому раскрыть нашего форварда, так скажем, что он стал тем, кем он стал в этом плей-офф, в этом сезоне. Я знаю, что с ним постоянно разговаривали, и в том числе даже и я с ним разговаривал, что, Линус, мы от тебя ждем, чтобы ты стал действительно лидером не только на площадке по количеству голов и ассистентов, но и лидером, в том числе и в раздевалке, и везде. И как бы, ну, мы увидели, что в этом году Линус совсем другой. Он как бы был лидером во многом везде. Спасибо. Я тоже соглашусь, что Линус свои блестящие индивидуальные качества, как хоккеиста, он как никогда применил в этом сезоне в интересах команды. То есть он не собой красовался, а все это, свое умение, отдал интересам команды. И отсюда результат. И вот это очень здоровое решение было со стороны тренеров наших, доверить ему повязку капитанскую. Если вы заметили, он там и шайбу начал на себя ловить, и появились у него такие бойцовские качества, самоотверженность появилась такая, которая раньше не совсем наблюдалась. Ну и он выдал блестящий сезон при помощи всех, ну и, конечно, прежде всего при помощи своих качеств, как игрока. Коллеги, Рустам Аксисов, пожалуйста. Вопрос к Николаеву Сулугину. Вот несколько дней прошло, уже эмоции утихли, наверное. Все-таки чего не хватило для выхода в финал? Или это может быть потолок нынешней команды? Или травмы помешали? Что вот конкретно не позволило нам оказаться в финале? Ну, самое главное, правильно вы сказали, не хватило состава. То есть, очень много ведущих хоккеистов у нас были травмированы. Хотя, опять же, скажу, что те, кто вышел, они играли, бились, боролись. Но все равно есть у каждого свой уровень. И не хватило вот этих вот лидеров, которые не играли последние игры. Коллеги, у нас времени, конечно, достаточно. Вы не стесняйтесь. Пожалуйста, Денис Таипов. Вопрос Александру Евгеньевичу Курносову и Василию Анатольевичу Жову. До сих пор не продлен контракт с Юнусом Кимпанином. Говорят, что у клуба есть разногласия с представителями игроков. Скажите, на какой стадии находятся переговоры? И интересно ли продление с Кимпанином? На каких условиях оно интересно? Спасибо. Переговорный процесс – штука непростая, сложная. И поэтому, безусловно, мы ведем диалог. Причем начали вести его еще перед плей-офф. Диалог ведется. Понимание есть, что хотят представители игрока, что хоть хотим мы. Я думаю, что в ближайшее время вы узнаете о результатах переговоров. Будет объявлено. У меня добавить то, что, допустим, по Юнусу, по Кимпанину, такой момент. Когда команда вот так удачно выступает, и вот эта тройка сыграла роль первой скрипки, так скажем, и Юнус при помощи нашего клуба с вами, при помощи тренерского состава раскрыл действительно свои лучшие качества, показал свои лучшие результаты. Вот Николай Леонидович выше отметил это. То есть, естественно, его цена сразу возрастает. То есть мы как бы результат сделали и своего рода себе проблему сделали. Теперь у нас поэтому затягиваются переговоры по Юнусу Кимпанину. Но он сейчас у нас элитный игрок считается. Поэтому проблемы есть. Но, естественно, есть и огромное желание, чтобы у нас остался. Понятно. Продолжаем. Максим Микерин. Вопрос к спортивному директору. Через три недели уже истекают контракты у ряда игроков. Там многие становятся ограничены свободными агентами, но есть и неограничены свободные агенты. Кого будете продлевать, с кем уже ведутся переговоры? Может быть, какие-то фамилии уже сейчас можно сказать, кто точно покинет команду? Ну, этот ряд небольшой. Естественно, мы по ним ведем переговоры каждодневно, ежечасно. Мы с вами разговариваем. Ну, естественно, это все будет коллегиально приниматься решение, кто нам нужен в первую очередь, с кем мы не будем продлевать. Вы сейчас не хотели оглашать весь список. Да, все в стадии разговоров, переговоров. Все так идет. Списка сейчас точно не будет. У нас до 30 апреля у всех ребят действующий контракт. Готовы? Предлагаю? Предложаем, Максим. А какова будет судьба, не знаю, кто ответит, какова будет судьба главных тренеров Тороса? Толпар вчера Торос вылетел из Кубка Петрова. Василий Анатольевич, наверное, вопрос, ближе к вам. Ну, это вот сюда же, опять же. Все у всех до 30 апреля. Все только что вот горячо у нас. Мы же должны принять правильное решение. С горяча мы ничего не будем принимать. И там прям конкретно не можем сейчас ответить. Это решение будете принимать вы или еще вы же? Все коллеги реально. Мы никто у нас. У нас же единый коллектив. Хорошо. Мы продолжаем работу. Денис Таипов, пожалуйста. Давайте тогда тоже вопрос Василию Чижову. В системе Салавата и Лаева много вратарей. Но есть ощущение, что под Юх и Метцело такие очень плачевные перспективы у того же Кореева, и тем более у Тарасова. Как вы планируете решать проблему с вратарями? Потому что Тарасов и Кореев получают очень мало игрового времени. Ну, у нас для этого существует Тарос, наш клуб высшей лиги. Это раз. Во-вторых, у нас, я считаю, сейчас на данный момент очень хорошая линия вратарская. У нас такая прям целая плеяда вратарей идет, там, молодых. Сейчас задача, кого нам под Метцело, кто у нас самый достойный будет. Бэкап так называемый. Значит, вот по этому вопросу, ну, ближе, наверное, все-таки наш молодой Тарасов, потому что так достаточно уверенно этот парень показывает тоже игру. Опять же, с ним переговоры. Вот тут вот у молодых не поймешь, может, у него будет желание сейчас сразу в Америке попробоваться. Всякое. То есть тоже в стадии переговоров. Ну, и Кореев свою роль тоже сыграл, когда были моменты плохо или хорошо. Были хорошие игры, были не очень. Поэтому здесь тоже мы думаем, решаем. А вратарей у нас достаточно, чтобы принять правильное решение по ним. Думаю, об этом еще Николай Ильич может сказать пару слов. О нашем вратаре. Молодые ребята, они ждут своего часа. То есть это то же самое, как мы разговаривали по сезону, что они не должны сидеть здесь и быть в команде, просто присутствовать. Они должны играть. Для этого есть Тарос. Они там играют. Сюда их вызывают для того, чтобы в этом году, как делали, и Кореева отправляли туда, чтобы он потом здесь играл. Федотова брали. Такая же судьба, я думаю, и у Тарасова, что он должен там играть. Но когда нужно сюда приходить, быть в нужных кондициях и здесь играть, а не просто сидеть и смотреть хоккей славки. Пожалуйста. Вопрос. Вы сказали, что ближе к бэкапу Тарасов, но у Кореева еще год действующего контракта. Это значит, что он поедет в Тарос или как-то будет по-другому эта проблема решаться? Это вообще ничего не значит. Это значит то, что у нас есть выбор. Понимаете как? То есть Тарасов показал очень хорошую игру за Тарос. И был там ведущим, был все время первым номером. И, можно сказать, тоже свою решающую роль сыграл. Там тоже достаточно успешно Тарос в этом году выступил. И вот поэтому только будем принимать решения. А говорить, кто будет сейчас бэкапом, вы, наверное, меня не совсем правильно поняли в этом плане. Александр Евгеньевич, вопрос по бюджету команды. Он очень долгие годы и не менялся. Есть ли вероятность увеличения бюджета? Насколько? Если пока цифры каких-то невозможно назвать, то когда вообще мы получим ответ на этот вопрос? На данный момент бюджет клуба остается на прежнем уровне. Он не уменьшается. По поводу увеличения бюджета, будем разговаривать, думать. На данный момент вопрос об увеличении пока мы не поднимали на совете клуба. Будет совет клуба в ближайшее время. Возможно, мы его там поднимем. Продолжай, продолжай себе вопрос. Николай Леонидович, по новому сезону какие позиции вы хотели бы усилить? Потому что в этом году показалось, что скамейка достаточно длинная была. Но вот не хватило, вы говорите, игроков по позициям. Ну, не то, что не хватило. Просто они получили травмы. И опять-таки, серьезные травмы, от которых никто не застрахован. И, естественно, такого же уровня, как Бурдасов, например, игрока, никто не будет держать в запасе. Поэтому оно всегда так выпадает. Если лидеры, то их очень тяжело заменить. Тот же Панин. То есть можно заменить, но тяжело. Потому что это совсем другой уровень игроков. Об этом как бы сейчас рано говорить еще. Надо провести полный анализ, посмотреть, все разобрать досконально. И там уже точечно, как до этого говорили, делать какие-то изменения и поправки. Пожалуйста, Арсенок Сид. А можно, наверное, вопрос к Целугину, скорее всего? По персоналу. Кто вас удивил в этом сезоне из хоккеистов? А кто-то, может, наоборот, не дожал. От кого ожидали большего? Ну, если вы как бы смотрели весь сезон, я всегда говорил, что мы играем команды, и на персонале я не перехожу. То есть сейчас еще тоже не то время, чтобы сезон только закончился. И сказать, что вот этот здорово сыграл, вот этот плохо. Мне понравилось, как мы сыграли команды в этом году. То есть, да, как все говорят, там неудачный сезон. Но, опять же, по неудачному сезону я считаю, что было только место неудачное. А остальные все показатели, если брать большинство, меньшинство, там пропущенные, забитые, да, забитых где-то нам не хватило, может быть, в каком-то моменте. Не может быть, а точно не хватило. А по всем остальным показателям команда была лучше, чем предыдущие годы. Поэтому я могу сейчас только сказать о том, что мне нравилось, как ребята работают, как отдаются, и именно какой был коллектив команды. Что и помогло потом в плей-оффе, когда уже пошли игры на выбывание, проявить себя полностью. И вот насчет раздевалки. Хотелось бы тоже узнать, кто вот именно из игроков, кто собирал вокруг себя людей, кто помог, все равно же это внутри коллектива вот это все происходило. Они все на виду, пожалуйста, капитаны, помощники. Вот эти люди все и делали. Для этого у них и были эти нашивки, опять же, скажу, не потому, что они должны были их носить, а потому, что они такие есть ребята, вот именно достаточно. Плюс многие ветераны, тот же там Семенов очень сильно помогал, Бурмистров пришел. Очень большой ряд хоккеистов, которые именно жили в раздевалке этим всем. Поэтому трудно сказать, что кто-то один. Один не смог бы собрать всех. Именно все собрались, но, опять же, есть капитаны, помощники, которые были за водилами. Вопрос Василию Чижову. Про Бурдасова Николай Ильинич сказал, что трудно заменить такого хоккеиста. Мы знаем, что у него истекает контракт, мы знаем, что у него тяжелый контракт и в условиях потолка зарплат. Хочет ли клуб оставлять Бурдасова, у которого контракт от вас завершится? Во-первых, мы еще знаем, что у него и появилось желание попробовать себя в другой лиге. Здесь уже совсем другой разговор идет. Поэтому пока мы никаких ответов не можем дать по этому поводу. Желание игрока сейчас прежде всего. Мы, скажем так, знаем о желании игрока попробовать себя в НХЛ. У него действительно заканчивается контракт, и он хочет себя попробовать за океанской лиги. Уважаемые коллеги, пожалуйста, Эльдар Ахьяров, Республика Машистан. Вопрос Александру Евгеньевичу. Бронзовые медали вручаются по пожеланию клуба. Какое время, когда это будет? В апреле или в августе ближе? Если в августе уже там игроков, которые завоевали медали, уже не будут, не определились с датой? Ну, бронзовые медали вручаются после окончания сезона в любом случае. И пока мы с лигой свяжемся в ближайшие дни, определимся по дню. Пока с датой мы не определились. Эльдар Ахьяров, если вы хотите на церемонию, то вас пригласим обязательно. Денис Таипов. Вопрос Александру Евгеньевичу. Пару лет назад ходила такая хайповая фраза. Через пару лет Салават должен сыграть 80% своей воспитанники и вызывать полтора кубка Гагарина. Есть ли какая-то задача на ближайшие 2-3 года? Сколько воспитанников должно быть в команде? Какой-то план развития? Полтора. Салават Юлаев – это большая хоккейная вертикаль. Где есть собственные воспитанники, женский хоккей, который до сих пор продолжает играть и будет скоро играть в финале. Мы, безусловно, большое влияние, внимание оказываем собственным воспитанникам. Мы хотим, чтобы они играли за хоккейный клуб «Салават Юлаев». И если они будут игроками соответствующего уровня, они, безусловно, будут, думаю, играть в хоккейном клубе в основной команде. Мы, безусловно, всегда хотим видеть наших воспитанников в основной команде хоккейного клуба «Салават Юлаев». Но не всегда это получается, не всегда это, но в толпаре, в таросе у нас играет очень много воспитанников. Уровень КХЛ – это очень высокий уровень, где приходится иногда играть и не своими воспитанниками. Зачастую так, большинство команд, я думаю, что тут… Коллеги. Появилась информация, что «Салават Юлаев» интересуются рядом хоккеистов, в том числе Федор Малыкин, Рафаэль Батыршин и Евгений Медведев. Есть ли эти игроки в шорт-листе «Усиление клуба»? Максим, вы хотите, чтобы мы слухи комментировали? Конкретная информация, если не источник. То есть, источник, несколько показаний, если вы взяли. Максим Медведев – это «Усиление клуба»? Ну, по крайней мере, для нас это новости, мы никого не рассматриваем пока так. Как вот вы сказали, прям так реально и близко из этих ребят мы не рассматриваем. Пожалуйста, продолжай. Да, мы знаем про них, что они свободны, мы как списки все просматриваем игроков, но конкретно мы вам точно по ним ничего не можем сказать. Спасибо. Вопрос к главному тренеру. Довольны ли вы работой в вертикале, то, как вам помогает «Толпар», «Торос»? В этом году, в принципе, очень много ребят прошло. То есть, мы сами пытались постоянно, чтобы играли ребята там, потом брали сюда. Я думаю, что, да, хорошая работа в этом году была, потому что мы постоянно подпитывались игроками «Тороса». И даже сами видели, что в плей-офф даже у нас играли ребята молодые. Тот же ответ, пожалуйста, на местные кадры. Вот потихонечку, помаленечку подключаются, как они дорастут до нужного уровня, будут на постоянной основе в команде. Вопрос со спортивным директору. В этом году команда практически обходилась без лимитчиков. Как планируете работу на следующий год? Там остается Шен, как я понимаю, и кто за ним? Ну, по, так скажем, ближайшему нашему резерву, там очень хорошие ребята есть. Молодые, талантливые, сейчас фамилию уже не буду называть. Они там в толпаре у нас обыгрываются. 2001-го года, 2000-го, есть ребята-сборники России. То есть, на позицию лимитчика у нас будут ребята. Тут вот просто хотелось бы на вот эти вопросы ответить по поводу наших воспитанников. Вы же уже все прекрасно понимаете, что уже такого понятия, что там свои воспитанники, и что команда там 80% своими воспитанниками. Но она уже все уже, время другое, сейчас такого не будет. Это еще в свое время незабвенный Николаев Сергей Алексеевич, наш тренер, говорил, он тогда еще фразу такую сказал, в Детройте же не играют одни детройтцы. То есть, здесь уже пришло к тому, что у нас всем известно, что у нас один из сильнейших клубов, я считаю, что и в топ-клубы мы входим. И здесь играют сильнейшие. И взять даже тот же Челябинск, он каждый год выпускает сколько воспитанников, десятками выпускает. И они играют по другим клубам, потому что такая конкуренция идет, что это здорово, когда свой воспитанник попадает и показывает игру, как рвал из себя все жилы тот же Гематов, когда его тренерский штаб подключил. Вот это здорово, когда свой парень еще и ко двору приходится, помогает в тот или иной момент. А чтобы занять место, грубо говоря, Кимпайнина, надо быть как минимум Кимпайнином. Из Уфы он или еще из кого-то, откуда-нибудь, это не важно сейчас, в данный момент и в этой лиге. Вот эти вопросы, там 80%, мы же что, не на проценты, мы на результат работаем. И поэтому то же самое по нашему ближайшему поколению. Хотелось бы, очень хотелось бы, чтобы наш тренерский штаб использовал этих лимитчиков в игре, а не просто для статистики и для протокола они выходили у нас. Поэтому у нас и получалось, вот они выходят, а там выпадает игрок какой-то, Николай Леонидович стоит, того же Елизарова, ну понятно же всем, что он не тянет пока. И вот появится такой парень, который заменит у нас там любого игрока, вот это будет здорово, тогда это действительно сработало школа, есть свои воспитанники. Мы над этим очень сильно работаем. И вертикаль эта, она действительно не просто так у нас сейчас существует. Николай Леонидович, жалели о ком-то из игроков, которые покинули по ходу сезона команду? Осипов стал одним из лидеров Локомотива, Федоров очень много забивал в Спартаке, в важных матчах. И есть ли у вас ответ на вопрос, почему у них не получилось здесь ссылать? Ну тут сложно сказать, почему не получилось. Как бы может быть бывает такое, знаете, не свой город, если взять конкретно по Федорова, что очень, как человек хороший, как хоккеист хороший, но просто у него здесь не шло. То есть с ним разговаривали, я пытался его в этом году по-всякому, уже и на большинство, и туда, и со своими партнерами, с другими, но просто у него не шло. Поэтому здесь пришлось даже уже больше, как бы для него было, что он уходит, потому что, ну, человек уже начал чуть-чуть закисать, как бы мы разговаривали с ним по этому поводу. Он адекватно все прекрасно понял, и я наоборот даже рад, что он здорово играет, что ему это помогло. Ну, по Усипову, Макс, он, ну, как он играл, он играл здесь нормально, я считаю, на своей роли. Стал лидером там, потому что там одна молодежь, он там стал самый взрослый, поэтому он занял эту свою нишу и стал на том фоне лидером. У нас чуть-чуть другой уровень защитников был, постарше ребята, тоже поопытнее, где-то тяжело, может быть, ему было, поэтому не всегда попадал в состав в прошлом году. А в этом году он постоянно играл у нас. Но, как бы, жалеть я ни капельки не жалею, абсолютно. То есть, главное, чтобы ребятам тоже помогло это, и мы то, что нам надо было, свои дивиденды из этого извлекли. Денис Таип. Вы уже сказали про Елизарова, Василия Анатольевича, будет ли с ним продлен контракт, потому что в этом году он истекает, и он уже лимитчиком не будет. Ну, с молодыми ребятами у нас со всеми, там продлевается, даются квалификации, даются им шансы дальше. Другое дело то, что он, да, из лимитов истекает, значит, будет показывать себя. Опять же, там, если привлекут его на сбору в главную команду, либо у нас есть для этого Торос. Вопрос Александру Евгеньевичу Курносову. У баскетбольного клуба «Уфимец», у футбольного клуба «Уфа» есть маркетинговая стратегия развития. Существует ли она у хоккейного клуба и пишется ли она, на какой стадии вообще планируете ли вы ее сделать? В основном, маркетинговая стратегия есть. Мы по ней следуем. Не первый год. Можете какие-то основные, там, три темы маркетинговой стратегии выделить, потому что мы о ней мало слышали, к сожалению. Мы вам ее представим. У нас здесь находится начальник департамента развития Кислицын Александрович. Вы можете подойти к нему, он вам покажет нашу маркетинговую стратегию. И, безусловно, все темы, которые там отражены, мы по ним следуем. Вообще, хотелось бы поблагодарить в связи с этим, потому что хоккейный клуб «Салат Юлаев» – это не только основная команда, главная команда. Это и работники клуба, наши креативные команды, которые сидят там сзади, наши технические службы тоже там сидят. Мы тоже очень большую, огромную работу все проделали в течение этого сезона. Было большая, много работы было проведено с болельщиками. Вы видели последние на матче с плей-офф, там, заканчивая сезонный матч плей-офф, там было подряд 9 салдаутов, так называемых. Все билеты были проданы на 9 последних матчей. Мы видим поддержку. Это, конечно, безусловно, в первую очередь зависит от игры команды. Потому что очень хорошо играла основная команда, поэтому болельщик пришел. Но и нельзя, конечно, сбрасывать со счетов работу, которую проделала наша команда в течение всего сезона. Были непростые моменты, когда действительно мы испытывали проблемы с посещаемостью. Это грех, ну, даже не стоит скрывать, были такие моменты. Но, как я и говорил тогда в интервью, к концу сезона мы выправили эту ситуацию. Максим давал тогда интервью, говорил, что были какие-то проблемы в середине сезона. Но потом, как и в основной команде, и у всех в конце сезона, мы, я думаю, что смогли немножко решить эти проблемы. Пользуясь случаем, хотел напомнить коллеге, что у нас сегодня будет церемония закрытия сезона. У Фарени в 19.00 вход свободный. Николай Ильич, в случае, если с вами продлевают контракт, останется ли в том же виде тренерский штаб? И можно, это вопрос, и можно по персоналям, кто за что отвечал, довольны ли вы их работой, ламсы, в этом году тренер-уртарей новых? Естественно, доволен, потому что кто останется, опять же, это сейчас будут определяться сначала по главному тренеру, а потом будем разговаривать с этими тренерами и обсуждать, на каких условиях их нежелание есть остаться или нет. Поэтому здесь рано об этом, как бы, говорить. По тому, кто за что отвечал, как бы, мы всегда разговаривали уже, это и в сезоне было. И сейчас я тоже самое скажу. Мы работали одним целым коллективом, мы садились, обсуждали все моменты вместе. Единственное, что там, когда делали, шла игра, я обменял нападающих, там, Ячменев, защитников, а ламса, он смотрел чисто тактические какие-то наработки, как, на что реагировала команда соперников и связывался с видео гол. То есть, вот, это были распределены обязанности в процессе игры, а по подготовке, то есть, у нас все проходило совместно, садились. Но, естественно, что последнее решение всегда принимал я, но выслушивал всех. Можете прокомментировать вот эти удаления, которые очень много было, когда лишний игрок выбегал? У каждого удаления, да, там была своя предыстория, то есть, где-то, если взять последнюю игру, то есть, там, защитник доехал до борта, развернулся и поехал обратно. Тут что комментировать? Это надо спросить, почему? Что было тогда в голове, как они хотели? То есть, разные моменты. Или, там, нападающий выскочил, сказал, что я не услышал, кто выходит. То есть, такие это технические моменты, это не были из-за того, что кто-то там, как сказать, не знал, что делает. Просто в процессе игры получились такие моменты. Ну, здесь больше нечего комментировать. Коллеги, еще давайте несколько вопросов поработаем. Александр Евгеньевич, мы видим, что в клубе продолжают происходить кадровые изменения. Когда уже будет сформирована новая команда и какие еще изменения ждать? Новую команду вы имеете в виду какую? Новая команда управленческая. Ваша новая команда. У нас управленческая команда сформирована. Я не думаю, что стоит ждать каких-то изменений кардинальных. Может быть, в какой-то мере будет изменена, там, чуть-чуть. Но я не думаю, что будет какие-то кардинальные изменения, появление каких-то, там, других людей и так далее. То есть, все в рамках сегодняшнего. Команды фактически сформированы, и мы будем двигаться ее дальше. Николай Ильинич, только в этом году вы стали главным тренером. Это ваш дебют. Как вообще за год изменилась ваша работа по сравнению с прошлым сезоном? Что лично для себя нового открыли? Насколько было тяжело, если так все вместе резюмировать? Спасибо. Понятно, что было нелегко, потому что было большое давление отовсюду. Ну, а то, что изменилось, конечно, стало больше обязанностей было в этом году. То есть, и за все приходилось принимать решения и отвечать за эти решения. Поэтому приобрел очень большой опыт. Где-то по-другому посмотрел все равно и на хоккей, и на команду. На каждого игрока, в частности. И это с другой стороны и с другим пониманием. Но мне как бы очень все понравилось, и я как бы доволен то, что у нас как получилось. Пожалуйста, Артем Ахмедьянов, если не ошибаюсь, наш дебютант из ПРУФУ. У меня вопрос к главному тренеру. Что скажете по судейству в Сирии с авангарда? Артем, если вы посещали наши пресс-конференции, вы знаете, что... Ничего не скажу. Не скажу ничего. Вопрос к Курносу Александру Евгеньевичу. Была в прошлый раз попытка поменять логотип, да, тоже при участии болельщиков не очень, скажем, была реакция. Есть ли еще такие намерения в будущем? Ну, на самом деле, ребрендинг какой-то логотипа мы хотим попытаться сделать давно, но не всегда это получается. Мы попытались провести конкурс среди болельщиков. Пришло очень много-много работ. Была проведена оценка этих работ. Был проведен, так скажем, опрос, мнение общественности. И на тот момент все были за то, чтобы все-таки остаться на данном логотипе. Но мы знаем, что жизнь не стоит на месте. И, как бы, очень много глупых сделали ребрендинг. Это в том числе и маркетинговый ход. И всегда все новое, как бы, воспринимается, хотя вначале, может быть, восприниматься не очень хорошо, но потом, как бы, обновление, оно всегда идет на пользу и клубу, и маркетинговому направлению. Поэтому мы работаем в этом направлении. Но у нас очень давний такой логотип, который очень нравится основной части наших болельщиков. И сказать, когда мы придем к этому, я пока не могу. Это будет очень взвешенное решение, потому что мы не хотим обижать никакую часть наших болельщиков, когда бы то ни было. Но работа в этом направлении, я вам скажу, что она ведется постоянно. Коллеги, всем большое спасибо за работу. В конце хотелось бы сказать огромное спасибо средствам массовой информации за то внимание, которое вы уделяете клубу. Не всегда, конечно, нам что-то может нравиться, что-то может не нравиться. Когда-то мы можем там злиться или не злиться, но вы делаете огромную работу по освещению деятельности, работы клуба. И большое-большое спасибо вам всем за этот сезон. И хотелось бы сказать. Спасибо, коллеги.